Привет, любители острова! Сегодня у меня очень интересная подборочка ножей. Вот сейчас я вам все расскажу, покажу разные стали, разные рукояти. Здесь есть скрим-шоу, и поэтому я вам здесь все покажу в ролике, как выглядит скрим-шоу на роге лося, на клыке моржа и еще один тип рукояти, который очень хорошо мне нравится. Тоже здесь в ролике все покажу. Здесь разные интересные стали. Также расскажу вам про скидки и про подарки, которые идут к этим ножам. Поэтому смотрите, выбирайте. На мой взгляд, здесь есть на что посмотреть, есть из чего выбрать. Кто давно хотел хороший подарок для того, чтобы побаловать и порадовать себя, чтобы подарить нож дорогому и нужному человеку и при этом сэкономить, на мой взгляд, это лучшее время прямо сейчас. Поэтому смотрите, выбирайте и заказывайте. Предлагаю начать обзор с этого самого, так сказать, мальчишеского ножа, пиратского. Сидел как с художником, говорю, нарисуй-ка мне нож, что мы тут без толку чай-то пьем. И вот и проделась такая форма клиночка, посмотрите. Прям такой на абордаж сразу. Вот стали, еще раз скажу, Элмакс, полировка в зеркало. Как видите, вот насколько может передать свет. Вот вам покажу. Повыше поднятые спуски. Щучка, прогиб вот этот вот. Рабочий абсолютно клиночек. Вот. И хоть на полочку, хоть попользоваться, хоть колбаску, хоть мясо. Везде можно использовать. По рукояти. Здесь на гарде и на пятке наше авторское литье. Кстати, вот его, скажем так, узоры вот эти все, они прям напоминают мне элементы старинных кораблей пиратских. Согласны? Вот здесь проставочка. Это черно-синяя G10. Вот на рукояти здесь Рока Лося. Рока Лося с рисунком. Сейчас я вам поближе покажу. Сначала просто посмотрите, как нож, скажем так, выглядит полностью. Вот. Потому что для меня вот лично важна эта элегантность, как выглядит клинок вместе с рукоятью. Вот здесь мне как бы нравится эта элегантность. Вы смотрите, какие формы. Вот рукоять чуть-чуть к низу уходит на пяточки. И подставить саму клиночку этому выгнутому. Теперь, что касается рисунков на рукояти. Как видите, здесь континент. Ну, угадайте, не буду вам подсказывать, что это за континент. И на его фоне роза ветров. Вот. Все сделано вручную с помощью иголочки. Вот. Ну, а на другой стороне, сами знаете, что может быть, раз такой вот пиратский нож. Здесь вот такой вот красивый корабль. Тоже, знаете, в каких мельчайших подробностях все прорисовано. Сейчас постараюсь вам передать, насколько позволит фокусировка. Смотрите, на носу корабля девушка вот здесь. Вот. Все, в общем, увидите. Чайки летят на небе, да. Значит, берег рядом. А это всегда хорошо. Вот. Морская вода или океана вода. Вот. Целый, знаете, целая история из детства, пожалуй, да. Фильм «Остров сокровищ» и все остальное. Кому что нравится. Вот. Такой нож, еще раз скажу. Можно и пользоваться, и на полочку поставить, и для коллекции, соответственно. И для того, чтобы подарить дорогому и нужному человеку. Смотрите, кстати, здесь мотовочка такая сделанная, прям под серебро. И вот этот элемент очень красивый, элегантный. Обращайтесь, заказывайте. Вот. И достойное место в вашем гардеробе такой нож однозначно займет. Цена ножа без скидки 32 тысячи рублей. Но сейчас идет специальная акция у нас. Поэтому стоимость ножа будет 24 тысячи. Скидка 8 тысяч рублей. Ребят, это еще не все. В комплекте к этому ножу в подарок будут вот такие вот формованные ножны из итальянской кожи растительного дубления. Посмотрите, какая красивая формовочка. Какой узор. Очень качественная и плотная строчка на этих ножнах. Отличный подарок в виде таких красивых формованных ножен. И хорошая скидка на такой красивый авторский индивидуальный нож. Обращайтесь сейчас. Сам просто тоже люблю, как многие из вас, чтобы нож не просто там резал, да, и на кухне, на природе, а чтобы можно было еще ими наслаждаться. Потому что это положительные эмоции, это хорошее настроение. А такие ножи всегда дарят позитив. Обращайтесь. Следующий нож называется Африка. Вед, прошу прощения, за свет. Здесь тоже Элмак с полировками зеркала. Вот. Смотрите, как все отражается. Элементы на рукояти. Тоже и гарда, и пяточка, как на предыдущем ноже. Такой рабочий функциональный клиночек. Вот. Здесь проставочки. Это авторский акрил. Прямо знаете, такие африканские цвета здесь яркие тоже прослеживаются. И, конечно же, обратите внимание на сам рисунок. А рукоять это рок-лося. Посмотрите, здесь зебры, которые пьют на водопое. В мельчайших подробностях все прорисовано. И глаза, и расцветочка такая у них. Ребят, ну не все так просто на этом водопое. Сам рисунок, он вообще нас как будто переносит в Африку, согласитесь, да? Не все так просто на водопое, потому что рядом затаились львы. А когда лев голоден, он ест. И поближе вам сейчас я покажу этот рисунок, сфокусируюсь. Посмотрите, как львица напала на зебру. В каких подробностях все прорисовано. Посмотрите, и царь зверей, и львица. Когда лев голоден, он ест. Вообще, этот рисунок прям как будто переносит нас на этот континент. Вот, кстати, меня там ждет в гости Дима. Я говорю, Дим сейчас пару ножей купит таких. Сразу куплю тебе путевку и сниму влог для вас, для своих ножевых коллег. Посмотрите, прям реально этот рисунок переносит нас на этот континент. Вот тоже, кстати, по поводу цены. Со скидочкой 24 тысячи рублей, скидка 8 тысяч рублей на этот нож. И также в подарок будут формованные ножны из итальянской кожи растительного дубления. Поэтому для того, чтобы себе в гардероб, в коллекцию получить такой нож, мне кажется, самое такое время и скидки, и подарки. Поэтому обращайтесь. Ребят, подробные фото, подробные там видео, все это можно прислать. Посмотрите еще раз, какая полировка. Видите, говорящую взрезку. Привет, привет. Вот. Подробные фото, подробные видео, все это я вам пришлю. Координаты там ниже, в первом закрепленном комментарии увидите. Но здесь сама работа, просто загляденье. Представляете? И это все не какой-то там выжигатель, не что-то там, не знаю, дешевое, как говорится, да? А это просто все сделано иголочкой. Поэтому смотрите и обратите внимание на эту красоту. Самое время побаловать и порадовать себя. Рекомендую вам такие ножи и со скидочкой, и с подарком. Перед тем, как приступить к обзору следующего ножа, я хочу вам показать разницу в рукоятях. Потому что кто-то знает, кто-то не знает, но надо, чтобы все увидели. Вот, например, так выглядит рог лося и, соответственно, рисунок. На следующем ноже там уже будет клык моржа, и вы сейчас сразу увидите эту разницу. Вот. Просто это для, скажем так, сравнения и для, скажем так, ознакомления. Потому что кто-то планирует купить, кто-то хочет понять, почему где-то дешевле. В смысле, да, где-то подороже стоимость ножей. Поэтому вот я вам сейчас и продемонстрировал, и поближе сейчас все вам покажу. Соответственно, вот тут был рог лося, и вот здесь вот рог лося. Ну, а вот здесь вот, на таком-то рисуночке, конечно, клык моржа. Вот, посмотрите, этот нож из очень красивого дамаска. Давайте покажу вам сейчас сам узор, сам рисунок. Знаете, как на контрасте тоже, когда вот потемнее, он так красиво смотрится, так красиво играет. Абсолютно тоже рабочий клиночек. Повыше поднятые спуски, вогнутая линза. Посмотрите, несколько узоров на самом клинке, вот повыше, где обух один, дальше другой, ближе к режущей кромке. Там уже так мельчит, мельчит. Очень сложная работа. Рукоять, соответственно, нетравмоопасная. Больстер сделан из макумегане. Вот, ну а сама рукоять, я вам еще раз напомню, из клыка моржа. И посмотрите, вот клык моржа позволяет сделать рисунок, ну, в любом случае, более четким, потому что он тверже. Он тверже и на нем, поэтому, когда колешь, не расползается, скажем так, краска, тушь, а получается все более, скажем так, четко. Вот я вам хотел сказать, заметьте, это все сделано точками. Вот если на предыдущем, на предыдущих двух ножах, там как бы, как видите, ну, при детальном рассмотрении, увидите, что там такие небольшие, но все-таки полосочки. Прям, ну, они под микроскопом только их увидите, как говорится, да? Вот, а здесь все сделано точками, потому что это клык моржа, другая техника, другая цена. Вот, посмотрите, как красиво сделана здесь девушка с этой стороны, и какая, какая девушка вот с этой стороны. Отличный нож, отличная тема на рукояти. Я считаю, всегда пользуются такие рисунки спросом. Ну, помните, чай, дедовские татуировки-то, а у многих и у себя такие есть. Смотрите, кстати, как красиво будет смотреться вкупе с пиратским-то кораблем. Такая вот леди. Вот, так что выбирайте. Крошка Мэри, как в песне, да? На берегу осталась крошка Мэри. Ребят, вот смотрите, как ножи вызывают эмоции. Смотрите, а красивые ножи, они вдвойне, втройне вызывают эмоции. Абсолютно рабочий нож, который займет место, достойное в вашем гардеробе. Топ-нож для подарка. В комплекте к нему идут вот такие вот ножны. Тоже из итальянской кожи. И линии рисунка на самих ножнах. Я думаю, вы все угадали. Вот, посмотрите, как все это смотрится вместе. Вот, посмотрите, какая, еще раз скажу, красота. Без скидки цена комплекта 70 тысяч рублей. Авторский дамаск, морж, нереальная ручная работа на рукояти. Ножны, соответственно, со скидочкой сейчас цена 60 тысяч рублей. Обращайтесь прямо сейчас. Можно долго рассказывать про эти ножи. Просто не хочется их выпускать из рук. Рекомендую вам. Прошу обратить внимание на этого красавца. Наш флагман, нож Акела. Опять же, посмотрите, как выглядит полностью и клиночек. Как он переходит в рукоять. Здесь очень такая, знаете, на мой взгляд, эстетичная, функциональная, удобная рукоять. На мой взгляд, здесь вот все прям размеры такие, выверенные под любую руку, под любой хват. Клинок спуски от обуха, как видите, здесь редкая и недешевая сталь CPM 125V. Резачок. Везде можно использовать. Недешевый, соответственно, да, как понимаете. Вот на больстре здесь Макуме Гане. Тоже очень красиво проявился так вот рисуночек. Никель с медью. Сама рукоять тоже сейчас я в сравнении покажу. Посмотрите, как красиво смотрится. Это элфарин. Или по-другому искусственная кость. Ребята, вот чем она мне нравится, это ее тоже не сказать, чтобы там легко полировать. Но она потом очень монументально, как-то красиво смотрится. Посмотрите, как будто, только сейчас поймал себя на мысли, как будто чешуйка у змеи, у мудрого Ка. Вот, посмотрите, как красиво смотрится. По желанию, конечно, можно сделать рисунок. И вообще смотрится, как видите, давайте в сравнении, смотрится она реально прям как кость. Как клык моржа. Ну, посмотрите, вот если бы не было этого рисуночка, вот, прям не отличишь, да? Вот, но есть нюанс. Все-таки, когда делаешь рисунок на элфарине, он, ну, это вы знаете, это уж вот если докапываться прямо вот до точки. Вот, он чуть-чуть, но не будет таким прям вот четким-четким, как на клыке моржа, потому что он имеет такую структуру, что когда ты ставишь точку, эта точка прям вот на дольку сотую там становится больше, например, чем на клыке того же моржа. Да, поэтому рисунок тоже можно сделать. Вот. Посмотрите еще раз сравнение. Я вам покажу. Красиво еще раз скажу. И прям так монументально смотрится. Вот уже я вам дал представление о форме рукояти. Такая юбочка приталенная, как говорится, да? И очень, давайте я вам покажу только рукоять, очень реально она элегантная. Вот эта часть такая небольшая, как видите, по науке здесь идет скос, вот, скажем так, да, для того, чтобы тыльная сторона ладони спокойно легла. Блин, ну реально вот прям долго могу говорить. Попробовал этот тип рукояти, показал мне там парень, и она просто зашла особенно на дорогие ножи, потому что трудоемкость здесь немного другая. Да, и, соответственно, красота тут немного другая. Ну, как говорится, все должно соответствовать все-таки ценник, красота, вот, все должно радовать глаз, все должно, скажем так, работать вкупе. Очень элегантный нож. На охоту, на рыбалку, для своего гардероба, вот, да, он не дешевый, но и ружья-то у некоторых, и часы-то, и ботинки-то дороже стоят, чем нож. Поэтому, ничего здесь удивительного нету. В комплекте к этому ножу можно сделать два вида ножен, ну, на выбор я вам скажу, да, цена от этого не изменится, цена тоже будет со скидочкой, сейчас я вам скажу. Первый вариант ножен, можно сделать формовочку, ну, вот такой вот, ну, разных цветов там, что вам нравится, что вам дорого, к чему вы привыкли. Вот, во-первых, можно сделать формовочку, она очень красиво и элегантно смотрится, этот узор на самих ножнах. Либо же можно сделать, так, ножен давайте до конца покажу, тоже все надежно прошито специально, чтобы даже, когда сквозь чащу пойдете за медведем. Смотрите, рву, гну, вот, ничего нет, вот, чтобы ничего не потерять. Вот, либо такие ножны, либо можно сделать ножны с любым рисунком. Соответственно, делаем формовочку, вот, не лачим ее, делаем здесь рисунок, который вам дорог, который вам близок, который вас будет радовать, так как и этот нож. И, соответственно, сделаем уже здесь рисуночек. Здесь тоже прошито, здесь отверстие для того, чтобы, не дай бог, там какая-то влага выходила. Вот, поэтому можно сделать два вида ножен, выбирайте, говорите, какой вам зайдет, как говорится, какой вам понравится лучше, все это выбирайте. Цена ножа без скидки 70 тысяч рублей, со скидочкой 60 тысяч рублей, то есть вот и, скажем так, опять же, сэкономленные деньги, они заработанные, поэтому выбирайте, обращайтесь прямо сейчас. Ребят, не хочу выпускать этот нож из рук, хочется покрутить, повертеть, еще раз скажу, обратите внимание полностью на его форму, на клинок и как клинок переходит рукоять и на форму самой рукояти. Блин, очень она, очень она, ну, эстетичная, во-первых, да, и гармонично смотрится, ну, и, соответственно, ухватистая. Вот, для работы, для гардероба, для подарка дорогому и нужному человеку, потому что все-таки нож это одна из лучших валют. Всегда человек будет вам обязан, благодарен, такие подарки останутся навсегда и запомнятся навсегда. Не мне вам это объяснять, вы еще сами меня многому научите, обращайтесь, нож в наличии. На следующем ноже, как видите, основная часть рукояти тоже сделана из элфорина, как красиво смотрится эта чешуйка, назовем ее так, да. Смотрите, ну, еще, знаете, и по ощущениям рукоять тоже приятная, вот, для многих это важно, на дорогих ножах это важно, как говорится, да, поэтому такие вот тактильные, что ли, слова, да, ощущения тоже важны. Вот, рукоять тоже такая приталенная, этой вот нашей новой формы, элегантная. А теперь обратите внимание на сам клиночек, посмотрите. Может быть, вы считаете, что я тут заморачиваюсь, по-всякому вам показываю, смотрите, как он переливается, узор, как он играет. Но, зная вас, я знаю, что это важно, потому что, когда некоторых из вас я спрашиваю, ну, где вы пользуетесь в данном случае дорогими ножами, вот такие были ответы, знаете. Сань, да вот сижу я в кресле-качалочке и пью кальвадос, и вот так вот немножечко ковыряюсь в ручке этого креслица, вот, и кайфую. Да, кстати, смотрите, какой классный вид у ножа. Вот, понимаете, поэтому я знаю, и я такой же. Мне тоже важно не только, чтобы он резал, как я вам говорил, да. Посмотрите, как красиво смотрится узор, я даже забыл, что он хотел рассказать. Вот, тоже, ребята, обратите сначала внимание на всю форму данного ножа. От рукояти до, точнее, от клиночка острия до рукояти. Смотрите, как красиво. Посмотрите, здесь ярко выражена структура на клиночке. Несколько уровней узора. Посмотрите, идем от обуха, один узор, дальше с никелем другой узор. Что вам напоминает, вот, если вид сверху, допустим, вы смотрите на вид сверху, что напоминает этот узор? А? Расскажите. Вот. И, соответственно, узор на режущей части, он абсолютно другой, абсолютно мелкий. Представляете, насколько сложная работа. Нож гармоничный, элегантный, рабочий, функциональный. Клинок не маленький. Он даже, я вам скажу, не среднего размера, а что-то больше. Вот, ну, вы сами все, я рамею, видите. Рукоять нетравмоопасная. Больстер тоже из Макумегане. Красиво проявился рисуночек. Еще раз скажу, если что-то бликует, что-то непонятно, отдельные фотографии в первом комментарии. Телефончик и все, я вам пришлю. Проставочки. Здесь тоже медь. G10. Подгоночка такая, да. Карбон авторский. Вот, черно-синие цвета. Вот такие, значит, цвета неба, цвета воды. Карбон очень красивый. Тоже меняет цвет. Где-то черный. Вот тогда поближе подносишь. Он прям серебро. Вот. В общем, в этих ножах я попытался, знаете, ну, как бы совместить и функционал, и такую какую-то необычную красоту, про которую я вам и рассказываю. Очень хорошо нож тоже лежит в руке. Достойный экземпляр для вашего гардероба. Подарка, наслаждение. Вот, для коллекции. Ребят, тоже можно сделать рисуночек на рукояти, на элфарине. Вот. Поэтому по желанию можно сделать. Также два вида ножен по желанию на выбор. Либо, как в прошлом ноже, формовочка. Цвета могут быть разные. Либо с рисунком. Его сделаем уже на, соответственно, формовке. Сделаем рисунок. Вот. Итальянская кожа. Вот. Со скидкой. Без скидки, точнее, цена ножа 70 тысяч рублей. Со скидкой 60. Вот. Такой красавчик. И отправится в вашу коллекцию. Здесь вот на таких ножах тоже важно. И как играет узор, и как цвета меняются. Посмотрите, в зависимости от освещения. Красота. Поэтому обращайтесь. Выбирайте. Заказывайте. Надо приобщаться к красивому. Соответственно, для тех, кто приобретет в свой гардероб несколько ножей, будет отдельная цена. Плюс из Африки привезу вам подарок. Вот. Ребят, смех смехом. Обязательно пишите, какой нож вам понравился больше, какой тип рукояти вам понравился больше. Тоже интересно как бы ваше мнение, потому что всегда его принимаешь и при работе, да, и при общении. Вот. Напишите, какой тип рукояти вам больше понравился, какой нож вам больше понравился. Для заказа смотрите первый закрепленный комментарий. Обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал. У нас там розыгрыш и общение. И показываю ваши работы. Друзья, напоминаю, что любая дополнительная информация вам будет предоставлена. Фотографии, видео там по запросу, консультации. Также обращайтесь и смотрите первый закрепленный комментарий. Не попадите на мошенников. Это очень важно. Ребят, также попрошу вас поставить просто ваш царский, богатырский лайк и сделать репост этого видео. Обращайтесь, заказывайте.